Святая мученица Татьяна, моли Бога она! Владислав вместе с одногруппницей студенты кафедры теологии. Свой, можно сказать, профильный праздник для них прежде всего День памяти святой мученицы Татьяны. И каждый год в этот день они приходят на утреннюю службу. Храм – это не только место, где отдыхает душа, где ты можешь помочь себе, ответив на свои вопросы. Это прежде всего место, где ты можешь поблагодарить за всех и за все, что имеешь сейчас. Святая Татьяна жила в III веке в Риме. Будучи богатой, знатной и красивой римлянкой, она отвергла все утехи мира и пошла на служение церкви в чине диакониссы, то есть милосердное служение ближним. Татьяна, как по-церковному звучит это имя, исповедовала себя христианкой и после страданий приняла мученическую кончину. Можно считать, что святая мученица Татьяна – покровительница университета, потому что в этот день именно было подписание указа о создании первого в России университета по ходатайству нашего великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова, Израиля Петровна, подписывает указ. И вот с этого дня, день как раз приходился на память святой мученицы Татьяны, считается, что она является покровителем университетов. Помимо духовных сил, некоторым студентам в этот день понадобились и силы физические. Непогода суетила некоторые дороги минимум на одну полосу, и студенты автотранспортного техникума решили это исправить. С целью обезопасить движение пешеходов, сегодня волонтерский отряд автотранспортного техникума почистил некоторые пешеходные переходы от снега, чтобы пешеходам было легче передвигаться в таких сложных погодных условиях. Но есть сегодня и другая важная традиция. В магазинах не продают алкоголь, поэтому, как считает церковь, Татьяна Инден лучше подумать о своей духовной или физической составляющей, а может и обо всем вместе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».